Слава Украине! Привет всем от Полонского! Сегодня над штатами, не над штатами, а над одним штатом, над Флоридой пронесся вообще не сегодня, это было вчера уже получается хотя по американскому времени сегодня что ли, не вчера все равно пронесся ураган Милтон над частью Флориды, не над всей надо сказать и наделал там много делов, из-за этого кстати Байден, по словам Байдена не приехал на Рамштайн, Рамштайн отложили, хотя все равно помощь идет и мы прекрасно видим Зеленский, он был там и в Италии, и в Германии, и во Франции помощь идет и она очень существенная, просто об этом объявили бы на Рамштайне но Байден все равно приедет, как там рано или поздно и будет это все дело но вот возвращаясь к урагану, интересно значит я созвонился с товарищем который имел что ли неосторожность, я не знаю, купить дом, купить дом небольшой во Флориде и как назло, вот это, как говорится, это место попало под раздачу ну его впечатление следующее, значит ну разрушения большие, разрушения большие значит дома построенные из камня, то есть вот как у нас в Украине строят, например у нас все дома каменные, ну новые по крайней мере, старые там есть еще те, чтобы оставались по селам кое-где глиняные, обложенные кирпичом знаю, была такая мания расстроить в свое время, но это было уже давно вот так у нас все дома более-менее там после 60-х годов уже все кирпичные и вот у них такие же дома, которые кирпичные ну какие вот повреждения поздирала крыши с таких домов, выбивала окна, понятное дело ну заборы повалила, машины попереворачивала ну мы тысячу раз видели подобные картины но это те, у кого, как говорится, кирпичные дыма там хоть стены устояли вот, ну а у кого вот эти, знаете, вот очень часто там, как они называют дыма быстрого приготовления мне эти дома напоминают, скажите мне, вермишель быстрого приготовления вот тоже что-то такое там, где, получается, балки деревянные небольшие, там 4х4, да или 5х5 два слоя фанеры, между ними что-то типа стекловат и все, вот это называется дом пускай не очень дорогой, но тем не менее это дом считается и вот такие дома сдуло или сдуло до фундамента или просто подхватило ураганом и перенесло куда-то в другое место то есть, ну, кавардак капитальный с этими домами наделан и они, конечно, пострадали очень и очень сильно я уже молчу о том, что, в принципе, такие дома могут сожрать термиты ну, хотя, да, не проходит обработку определенную, вот, но тем не менее да, так вот, интересное наблюдение что нам, скажем так нам не всегда стоит брать пример вот во всем с тех же штатов потому что, еще раз говорю вот, с моей точки зрения, с непросвещенной я не являюсь строителем, конечно но такие дома у нас тоже начали строить и они нам, ну, категорически не подходят к нашему климату может, я опять-таки ошибаюсь но мне кажется, что в нашем климате, где полно снега где бывает мокрый снег, снег с дождем опять мокрый снег, ожилать потом еще что-нибудь это все на эти стены налипает ну, капец, короче, говорят по-моему, у нас такие дома долго не проживут я их как-то про себя называю наф-наф и нуф-нуф конечно, когда мы говорим о недвижимости мы говорим о чем-то, что можно передать своим детям и так далее наследство какое-то оставить конечно, нуф-нуф, ты детям не оставишь он в лучшем случае, сколько-то лет постоит но, конечно конечно, пропадет в результате и все это одно дело, когда ты строишь такой дом где-то во Флориде и то, там приходится спасаться других вариантов с ураганами серьезнейший ущерб я сейчас, кстати, прицеплю там видео, по-моему, Fox News снял вот как раз в районе, где у моего товарища дом вот, чтобы вы посмотрели, как это все выглядит когда, кстати, ураган был не самый мощный сильный был действительно без вопросов вот, но не самый мощный в истории совершенно хотя все зачатки у него действительно были для того чтобы стать ураганом в столетии он им не стал но все равно беды надел много и вот еще интересно, что вот первый ряд домов которым все завидовали которые стояли там вдоль вдоль моря вот этим домам совершенно не повезло то, что на Мексиканский залив их просто ну, их нет их смыло к чертовой матери вот так вот так что такой вот интересный момент наблюдения почему-то, кстати, не могу понять а почему строят вот такие дома о которых я сегодня говорю да, вот эти вот фанерные еще раз говорю если их строят где-то в Бразилии там, и то там они из-за влажности пропадут да это должна быть как по мне вот эти фанерные дома со стекловатой или с чем-то внутри их можно строить где-то где идеальный климат где нету огромных перепадов температур где нету мокрого снега в то же время нету парилки потому что от парилки они же тоже гнить будут я вообще не знаю где их можно строить честно говоря но это зато дешево ну, как дешево опять-таки все относительно поэтому у них все то золото, что блестит вот эти вот очень часто мы смотрим в Штатах красивые дома такие вроде бы кажутся но там не видно кирпичей видно, что они обложены под кирпич чем-то очень часто это оказываются не каменные не кирпичные дома или там даже пеноблоки или хоть что-нибудь а вот эти вот фанерные видите вот сегодня как оказалось у них там все эти дома положили я специально сейчас прицеплю это видео на телеграм-канале чтобы вы просто понимали что происходит с наф-нафами вот в случае когда есть такой довольно серьезный ураган они просто улетели с наф-нафами